МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационную картину дня представляют журналисты телеканала Первый Карагандинский в студии Полина Малюкова. Здравствуйте. Вначале о главном. Городоначальник Нурлан Аубакиров рассказал, где карагандинцы могут приобрести лекарства, призвал беречь свое здоровье и решил индивидуальные вопросы горожан. В регионе продолжаются прямые эфиры акимов городов и районов. В Караганде полным ходом идет ремонт учреждения образования в рамках программы «Дорожная карта занятости». К новому учебному году готовятся и в школе-гимназии номер 41. Усиление карантина вынудило многие предприятия временно прекратить работу. Однако тимиртауские парикмахеры нашли способ, как продолжить свою деятельность. Клиентов они принимают на улице. Оперативно и эффективно. Первые лица региона продолжают общаться с населением в режиме онлайн. Грэдоначальник Нурлан Аубакиров рассказал, где карагандинцы могут приобрести лекарства, призвал беречь свое здоровье и решил индивидуальные вопросы горожан. С первых минут включения на Акима города посыпались вопросы. Одной из самых волнующих тем остается жилье. В регионе действует сразу несколько жилищных программ, в том числе БАКТО от БАСЭ. Прием документов проходил в начале года. Часть участников уже заселились и обустраиваются в новых квартирах. Часть людей, к сожалению, не проходит по квалификационным требованиям самого банка, не отвечает определенным продюсциальным нормативам. Поэтому при возможности, если у нас заложены деньги на первоначальный износ порядка 350 миллионов тенге, если из этого перечня будут освобождаться места, то будет объявлен дополнительный набор. И это выйдет на сайтах Акимата города, а также на сайт отдела жилищных отношений. В первую очередь ключи получают многодетные матери, ветераны войны и сироты. Множество жалоб поступает на плохое состояние дворов и отсутствие освещения. Градоначальник пообещал, что в ближайшее время эти недочеты устранят. Отдельное внимание уделят микрорайону Кунгей. Когда мы доделаем 199 участков, которые между Кунгеем 1 и Кунгей 2, сейчас просчитывается, делается, вы знаете, на всех Кунгеях сделали водопровод. Сейчас у нас есть очень дорогой проект, который надо реализовать по канализации. И делается очередь, в том числе Кунгея 3. Первая очередь зашла по электроэнергии, госэкспертизу получили. Сейчас по второй очереди там тоже смотрят. То есть там поэтапно, в том числе и дороги. То есть каждый год минимум две дороги делается поэтапно. В Кунгеях Кунгей 1, Кунгей 2, соответственно, потом Кунгей 3. Постепенно все эти вопросы будут решаться. Самое главное, что все вопросы населения решаются в кратчайшие сроки. Например, карагандинка Асель Нуржанова одна воспитывает ребенка с инвалидностью. Работать не может. Для постоянной реабилитации семья остро нуждается в вертикализаторе. Но на приобретение не хватает средств. Я думаю, что вертикализаторы такие вещи, они все-таки через бюджет не проходят. Но я попрошу, чтобы посмотрели, проработали. У нас очень много людей, которые могут помочь в такой ситуации. Вот я попрошу, чтобы отработали отдел занятости и максимально помогли вам. В короткий срок деньги на аппарат нашлись. Обратилась на час Акима, к Акиму городу Нурлану Бекирову, с проблемой, которая долго у меня не решалась. По поводу приобретения вертикализатора для моего тяжелобольного сына. Проблема эта долго не решалась. И я обратилась к Аубакирову. И на наших радостях он решил этот вопрос за два дня. Буквально за два дня перечислили нам материальную помощь. Так что мы очень благодарны. Прямые эфиры час Акима проходят дважды в неделю, по вторникам и пятницам. За 60 минут градоначальник успевает охватить более 200 вопросов. Если некоторые проблемы можно решить оперативно, то другие требуют поэтапного подхода. Ни один карагандинец не остается без внимания. Ответы на вопросы, на которые Аким не успел ответить онлайн, позже публикуются на официальной странице Акимата города в Инстаграм. Полина Малюкова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Прямые эфиры в соцсетях ведут и руководители сельских районов. Свой час Акима в режиме онлайн провел глава Бухаржираусского района Шагурашид Мамалинов. Несмотря на ограничительные меры, Акимы всех уровней стали только ближе к народу. Два раза в неделю в Карагандинской области проходит единый час Акима онлайн. Шагурашид Мамалинов уже три года возглавляет Бухаржираусский район. Аким отмечают, что такой подход позволяет принять большое количество жителей, а также оперативно решать возникающие вопросы. Одна из острых и актуальных проблем сегодня – наличие лекарственных препаратов в аптеках. У нас несколько дней были перебои с поставками. На сегодняшний день уже во всех аптеках есть. На сегодняшний день, вот сейчас два этого только мониторинги ежедневные я смотрел. Сейчас почти во всех аптеках есть 50% остаток, 50% от недельной потребности. Повсеместно есть. В тех населенных пунктах, отдаленных, где нет аптек, усилиями Акимов сельских округов будет организована доставка по заявкам. И вначале будет и доставка, и если необходимость есть, то и жители могут приезжать там, где есть аптеки. У нас в районе работает 11 аптек. Это кроме социальных. Житель поселка Бутакара Мейрам Кайназаров давно ищет работу. Случайно узнал про прямой эфир главы района и обратился к нему со своей проблемой. Мужчину направили в центр занятости, где он получил направление на трудоустройство. Я обратился в центр занятости и сидений. Они мне предложили сразу работу по дорожной карте для строительства квартиры для центральной больницы, для молодых специалистов. Вот я сразу пришел и написал заявление. Волнуют жители и другие вопросы, среди которых ремонт дорог, доступ к интернету у некоторых отдаленных населенных пунктов, а также дефицит питьевой воды в одном из сел. Аким района заявил, что все эти проблемы на стадии разрешения. На сегодняшний день для Мустафина это уже тоже многое, многие годы жители поселка Мустафина. А там с примыкающими населенными пунктами более 10 тысяч населения жалуются, там необходим автомобильный мост. И на сегодняшний день тоже проектно-светная документация уже завершена, получена госэкспертиза. Сейчас управление автомобильных дорог будет подавать заявку в республику на строительство данного моста. И все же главными остаются вопросы лекарственного снабжения. Жителей также призывают обращаться в специальный областной телеграм-бот, посвященный COVID-19. Подробнее о том, когда проходит час Акима и по какой ссылке его посмотреть, можно узнать на сайте Акимата Карагандинской области. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Масочный режим, дистанцирование, запрет на массовые мероприятия. Пандемия учит людей жить по новым правилам. Мы спросили карагандинцев, как изменилась их жизнь за эти месяцы. Настроение у горожан разное. Некоторые, например, хотят скорее закрыть надоевшую тему карантина. Другие уверены, строгими ограничениями только пугают. Карантин уже пройден. Типа, она вряд ли будет уже заболевание. Может быть, но у моих знакомых был карантин. И они болели температурой где-то неделю и все. И потом прошло. То есть, вы думаете, это несерьезно? Серьезно, но уже все прошло. Время провожения – лето, солнце, жара. А карантин? Карантин? Ну, карантин – это карантин. Сегодня он есть, завтра он не будет. Да неправильно это, конечно. Что неправильно? Ну, придумали маски на людей и все. Но преобладающее число карантинцев все-таки соблюдают все правила самозащиты. Носят маски, ограничивают себя в посещении массовых мероприятий. Ну, я сам соблюдаю, потому что я переболел. Думаю, что людям нужно как-то отдыхать же. С одной стороны, правильно, с другой стороны, нет. То есть, это массовое скопление. Если я нахожусь в автобусе, либо куда еду, я надеваю маску. Но на массовое мероприятие я стараюсь не ходить. По необходимости передвигаться, конечно, в городе не получается, чтобы дома полностью соблюдать самоизоляцию. Так как всякие нужды, дети и все остальное. И детей просто от развития отливать тоже неохота. А насчет тоев – нет. Сами боимся, никуда так не входим. Ну, все-таки идет какое-то заражение, какой-то процент. И я думаю, что это риск. А сами вы соблюдаете правила? Стараюсь, да. Маска с собой, антисептик с собой. Ну, и стараюсь только по делу. Но всех этих людей объединяет желание скорее преодолеть пандемию и оставить ограничения в прошлом. Отметим, по последним данным, COVID-19 подтвердился у 175 жителей Карагандинской области. Всего в регионе 7401 случаи заражения. 4504 человека выписаны, 81 пациент скончался. Полина Малюкова, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Одной из негативных сторон карантина становится стресс. Всеобщие волнения, риск заболеть и заразить близких людей, отсутствие работы и просто нарушение привычного уклада жизни. Все эти факторы не лучшим образом сказываются на состоянии людей. Мы связались с психологом и выяснили, как сохранить позитивный настрой в период пандемии. Непривычные и ограниченные обстоятельства жизни привели многих людей в состояние паники. По словам психолога, это негативно сказывается на иммунной системе человека. Во время стресса и страха мозговая деятельность снижается, а значит страдает продуктивность. И что нужно делать в этот период? Неизвестность, как правило, пугает большинство людей. И как с этим справляться? Что нужно делать? Первое. Выделите причины стресса, то, что вызывает у вас страх и тревогу. Подумайте, что вы можете сделать в этой ситуации. Конечно, в первую очередь необходимо выполнять рекомендации врачей. Чаще мыть руки, использовать антисептики, избегать контактов с людьми. Соблюдение карантинных мер позволит вам чувствовать себя более защищенными. Изучите информацию о том, что нужно делать при первых симптомах заражения. Осведомленность и осознание того, что вы делаете, все зависящее от вас, даст вам чувство спокойствия. Второе. Живите в текущем моменте. Старайтесь не верить домыслам окружающих. По поводу того, что будет дальше. Все это приводит к неврозам и постоянному стрессу. Специалисты советуют сосредотачиваться на текущем моменте, окружающих предметах и людях. Находить в каждой ситуации положительные стороны. Карантин – возможность провести время с близкими людьми, заниматься хобби и узнавать что-то новое. Полина Малюкова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде полным ходом идет ремонт учреждения образования в рамках программы «Дорожная карта занятости». К новому учебному году готовятся и в школе-гимназии номер 41 имени Ахмеда Байтурсынова. Новый забор, новые пластиковые окна, благоустроенная территория. Все это увидят ученики школы-гимназии номер 41, когда вновь придут в школу. Капитальный ремонт учебного заведения стал возможным благодаря государственной программе «Дорожная карта занятости». На ремонт только этой школы государство выделило 20 миллионов тенге. В этом году было выделено 20 миллионов тенге на капитальный ремонт школы. На втором и третьем этажах мы заменили старые окна на пластиковые. Второй вид работы – это благоустройство прилегающей территории. На эти нужды было потрачено 14 миллионов тенге. Около 200 квадратных метров территории огородили новым забором, которого никогда до этого не было. Положили новый асфальт. В подрядной кампании отмечают, что большинство строителей трудоустроены центром занятости. Это стало значительной помощью безработным во время чрезвычайного положения в стране. Необходимо отметить, что в настоящее время в регионе создано свыше тысячи рабочих мест по программе «Дорожная карта занятости». Самыми актуальными остаются рабочие специальности – строители, дорожные рабочие и электрики. Найти подходящую вакансию можно в центре занятости или в мобильном рекрутском пункте. Айслух Азбек КЗ, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Усиление карантина вынудило многие предприятия временно прекратить работу. Среди них – салоны красоты. Однако тимиртауские парикмахеры нашли свой способ, как продолжить деятельность. Клиентов они принимают на улице. Отсутствие денег вынудило тимиртауских парикмахеров пойти на необычный шаг, чтобы обеспечить себя работой. Несколько кресел, зеркала и электрические удлинители – вот все самое необходимое для того, чтобы принимать клиентов на улице. Татьяна Семенчук – парикмахер с 40-летним стажем. Она призналась, что пойти на такой шаг ее вынудили финансовые обязательства. Я этот кредит брала, когда ни о какой пандемии еще речи не было. Когда я работала стабильно, как говорится, вела свой бизнес, когда у меня еще плюс пенсия есть. Я знала, за что я беру кредит и чем я буду рассчитываться. Опытного парикмахера поддержала напарница Альбина. По словам мастеров, все санитарные меры в их уличной парикмахерской строго соблюдаются. У каждого клиента измеряется температура, после каждого человека тщательно обрабатывается кресло. Ручки обрабатываем спиртом, чтобы человек, потому что мы находимся в перчатках, клиент находится без перчаток. И приходится обрабатывать спиртом именно кресло, ручки кресел. Также обрабатываем само кресло. Все это протирается после каждого клиента, чтобы не было никаких нюансов с раствором хлора. Пока высыхает кресло, мы идем обрабатывать инструмент. В первые же дни их деятельность вызвала у прохожих интерес. Сейчас клиентов прибавилось. Горожане считают, что идея открытия такого салона хорошая, ведь даже во время карантина хочется выглядеть ухоженным. Очень нужно даже, потому что, ну, блин, зарастаешь за эту пандемию, сколько уже ни парикмахерских, ничего нет. На дому, ну, я, допустим, не знаю таких парикмахеров. На дому, блин, мне кажется, не очень безопасно, наверное, стричься, чем пришел на улицу, тебя подстригли. Стоит отметить, что специальная мобильная группа уже посещала парикмахерскую на улице. В ходе проверки специалисты установили, санитарные нормы соблюдены. Но все равно попросили мастеров прекратить свою деятельность. С таким решением Татьяна Семенчук не согласна. Она уверена, что запрет санитарного врача не нарушает. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересная информация, обязательно делитесь ею с нами. Телефон службы новостей 420649. Берегите себя, носите маски и сохраняйте социальную дистанцию. Ну, а мы продолжим держать вас в курсе всех актуальных событий. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова